Добрый вечер, товарищи! Добрый вечер! Я Лена, я из Ростова-на-Дону. В Грузию, в Добилиси с мужем мы приехали в сентябре 2022 года. Сейчас мы находимся на пункте гуманитарной помощи украинцам. Челс ту хелп. Я волонтер, координатор в этом центре. Занимаемся мы тем, что помогаем украинцам, которые тоже в 2022 году приехали в Грузию. Хорошо, что только пахнет. Меня зовут Иван, я из Петербурга. Волонтер Челс ту хелп. Приехал сюда в апреле, в начале апреля 2022 года. И почти сразу же присоединился к команде. Ты на постоянной основе здесь волонтеришь? У меня есть работа, непостоянная, но как только у меня появляется свободное время, какие-то дни, я, конечно же, все свое свободное время я провожу здесь. Чем вы занимались в России? Я работала начальником отдела кадров на заводе. И теперь здесь я не работаю. Работаю только в центре. У меня две специальности. Я преподавал барабаны в школе барабанной. И я еще работаю электриком. Да, я брал разные работы по электрике. В общем, я совмещал две вот эти профессии. И, в общем, так и жил. В целом, это музыкант и электрик. Музыкант и электрик. Соответственно, здесь я тоже работаю и электриком. И тоже хотелось бы вот как-то поактивней музыкальной жизни тоже участвовать. Расскажите, когда был основан фонд и как в... Ну, Choose to Help. И как вообще пришла такая идея? И кому? Это скорее, наверное, больше я знаю. Я расскажу вот с того момента, как я подключился. То есть я пришел. Наш пункт находился на Палиашвили. И, в общем, название фактически не имел. Он так и назывался. Палиашвили 60. Вот. Вот я туда пришел. Там уже... В общем, работа пункта еще была не налажена. То есть люди приносили также какие-то продукты питания из ближайших магазинов. Какую-то медицину тоже. Что-то мы закупали, какие-то деньги донатили. Но это не было еще, скажем так, не очень организовано. То есть это было все стихийно. То есть война началась в феврале. А вот уже апрель, начало апреля. То есть чуть больше месяца. И уже как бы пункт работает. А ты как узнал о нем? Объявление на улице. На улице? Да. Да. Я шел просто по улице, и висела табличка. Я, кстати, сфотографировал, у меня есть фотографии. Что вот пункт помощи требуется волонтера. Я сразу пошел. А у истоков какие люди были? У истоков, в общем, наши волонтеры, которые до сих пор, они работают. Они здесь. То есть это такое коллективное движение было стихийное. И как мне объясняли, у вас нет каких-то руководителей, основателей. То есть это такая общая работа. Ну, мы позиционируем себя как просто волонтеры. То есть мы все волонтеры. То есть у нас нету какого-то жесткой вертикали. То есть мы хотели бы, то есть наш идеал – это горизонтальное управление. То есть что нету какого-то жесткой верхушки, заместителя верхушки, там еще как-то вот такой вертикали. То есть я так думаю, что это тоже такой посттравматический синдром, как бы после, как это в России все сделано, что вот есть такая вертикаль. Что мы отходим от этого. И просто мы все волонтеры, которые выполняют разные задачи. И одновременно как бы те люди, которые, в общем, София Герич, которая вот у нас одна из основателей, то есть она тоже приходит и фасует Геричку. То есть делает все то же самое, что и рядовые волонтеры, которые только-только приходят. А большинство волонтеров, которые вот стояли у истоков, они откуда пришли, с каких профессий, и они занимались ли в России какой-то там социальной помощью, нет? Нет, это обычные люди, которые просто не приняли эту ситуацию и не просто не приняли, а то есть в стыке ее, можно сказать, восприняли господи. Ну, начало войны. Да, да, хочется уйти от вот этих вот, на самом деле вот наша речь очень наполнена такими вот какими-то милитаристскими вот штыки восприняты. Я просто, когда началась война, я как бы очень начинаю как-то фильтровать свой язык, и я прям четко понимаю, сколько много вот у нас вот милитаристских таких вот оборотов в языке. Стараюсь от них отходить. В общем, да, люди активные, люди, но как бы абсолютно вот к каким-то НКО или каким-то волонтерским, да-да-да, к каким-то движениям, в общем, глубоко не погруженные. То есть все с нуля, а деньги на первые помещения также собирали, да? Оно было, нам предоставили его бесплатно. То есть это, ну, инициатива грузин, да, да, и просто у кого-то было помещение, и они сказали, что да. Это очень здорово. Лен, а ты когда присоединилась, то есть сразу как вы приехали, вы сюда? Ну, я присоединилась в начале прошлого года, 23-го года, ну, увидела объявление, что нужна помощь, там, в разборе вещей. Вот, пришла в субботу, поковырялись мы в коробках, вот, и спросила, можно ли приходить все время. Вот, ну, сказали welcome, и, в общем, тоже начиналось с фасовки гречки, сахара и всего остального. Вот, ну, потихоньку. Тут надо понимать, что, действительно, мы рады вообще всем людям, даже если у них есть один час времени свободного, и они хотят его потратить на помощь нам, не нам, а помощь украинцам, потому что кто-то может, у нас есть волонтеры, которые не могут приходить каждый день, ну, например, есть девочка, которая приходит раз в неделю и стрижет беженцев украинских бесплатно. Есть девушка, которая, например, тоже не может приходить, но она может преподавать английский язык детям. И, как бы, каждый человек, ну, может поучаствовать в каком бы то ни было виде, кто-то может ивент провести, кто-то может помыть полы, кто-то может, там, я не знаю, просто у него есть машина, и он может привезти вещи из пункта сбора вещей. Вот, помощь всегда нужна, вот, поэтому, ну, конечно, это очень импонирует, и, действительно, как, ну, я не знаю, почему я здесь осталась, вот, но я, честно скажу, ни в какие другие пункты не ходила, у нас в Грузии есть несколько пунктов помощи украинцам, да, вот, но атмосфера тут, она настолько доброжелательная, и как-то благодарная, так, вот, ну, все, все время друг другу говорим спасибо без конца, сначала напрягал, мы все время обнимаемся. Это потрясающе. Вот, и, там, горизонталь или вертикаль, но человек, там, ну, один раз придя сюда, он уже понимает, что нужно делать, там, не нужно ему заданий давать никаких, там, приходит, и он видит, что нужно делать. Ну, сейчас о вашем фонде, в принципе, многие знают, в Тбилиси грузят ваши боксы, вы же боксы тоже, да, представляете, я видел в Reform Space, где еще? Ну, в различных кафе, мы ходим на мероприятия, когда приезжают дружественные какие-то группы, музыкальные группы, музыкальные группы или стендап, будь то стендап, мы можем... Кто-то с лекцией, калмановский, да, часто. Да, 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 с лекцией, какие-то просветительские какие-то, да, семинары, мы можем уже тут бокс, это временно-временно предоставлять, вот. Онлайн вам жертвовать можно? Можно. Это все на сайте, правильно? Да, и на сайте, в Инстаграме все есть, Патреон, Пейпал, и все, и можно, как из-за границы, так, и можно из России нам жертвовать. В насколько бедственном положении находятся те люди, которые бежали из Украины, которые обращаются к вам? То есть им не хватает прям совсем базовых вещей, я так понимаю? Ну, в данный момент, я думаю, что с базовыми вещами, ну, уже полтора года прошло, они без базовых вещей бы не выжили здесь, поэтому базовые вещи есть, вот, но сезонно закупаем обогреватели, закупаем вентиляторы в разный момент времени, поскольку в Грузии там сильно жарко, и не везде есть кондиционеры, вот. Ну, это если вот какие-то такие вещи. Ну, скажу так, что к нам приходят постоянно люди, я работаю там каждую неделю, и приходят все время, ну, не то, что одни и те же, но вот у нас даже пополняются люди. Я почему спрашиваю, просто на сайте у вас видел, что требуется посуда, ну, это тоже такая базовая вещь, одеяло, подушки, то есть людям это до сих пор необходимо. Приезжают ли новые? Да, приезжают. Приезжают новые. Ну, мы в день, в неделю где-то от 10 семей регистрируем новых. Вы все-таки больше общаетесь с украинскими бирженцами, понятно, что с русскими медиа, с журналистами под камеру украинцы не очень хотят общаться, и в целом взаимодействовать с русскими не очень им приятно, и это можно понять, это абсолютно естественно. И я хотел бы точнить, они получают какую-то помощь от грузинского правительства, как их расстеляют здесь, если вы в курсе этого вопроса. То есть есть какие-то программы, да, от мэри Тбилиси, и вообще, ну, не только Тбилиси, помощи именно беженцам с Украины, но там вроде как предоставляют квартиры, или раньше предоставляли, в общем, информация, она очень противоречива. Кто-то говорит, что за это надо платить, кто-то говорит, что не надо платить. Есть какая-то помощь, типа там 45 лари в месяц, что-то вот такое вот. Надо один раз ходить в магазин. Да, да, да. Ну, в общем, это есть, но это минимум, то есть на это не прожить. Здесь у вас, я так понимаю, рецепшн? Да, это у нас рецепшн, и место, в котором мы выдаем лекарства, регистрируем посетителей наших. Вот. Если новые приходят люди, мы тоже с нуля их регистрируем. Дальше. У нас можно оставить заявку, если нашим посетителям что-то нужно. Помимо еды и гигиены. Чайник, утюг, какие-то вещи, костыли кому-то нужны или какие-то еще вещи. Да, можно оставить заявку, и если нам их принесут, или, в общем, как-то мы сможем реализовать этот запрос. А эти заявки вы у себя на сайте публикуете или нет? Ну, если какие-то есть заявки активные, там, например, к зиме очень много людей просило одеяло, какие-то обогреватели. Ну, есть донаторы, которые могут закупить, например, большую партию. Это у нас зона, где фасует, ну, склад гигиены и где фасуется гигиена. Ну, гигиена, мы говорим, это стиральный порошок, различные там гели для душа, шампуни, для посуды средства. Вот здесь все хранится. Закупаем на месяц вперед. Здесь же и фасуется. Да, вот в таких условиях. Я вижу, у вас здесь пластиковые бутылки, это вы собираете, что вы сдаете, да? Да, на переработку мы сдаем. А здесь у вас находится вторсырье, верно? Да, мы собираем вторсырье. У нас довольно много получается мешки, пакеты, бутылки, картонные коробки. Да, да, мы его собираем и отвозим на переработку. Сотрудничаем с паркой Арминда. И пойдем, покажу. Это все. Куда? Сюда. 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 Здесь мы собираем как раз вот на переработку картон, пластик, стекло. Здесь у вас все подписано, разный пластик, да? Да, да, разный пластик. Крышки отдельно, полиэтилен отдельно. В общем, все, что перерабатывается в Грузии, все мы собираем отдельно. Стекло, алюминий и так далее. Здесь у нас наше помещение, склад. Здесь лежат летние одежды. То есть, когда нам донатят летние одежды, всякие там шорты, футболки, которые, ну, летние. Вы ее убираете до лета. Да, до лета. Здесь я вижу трупы у вас, да? Да, да. Мы каждый... У нас вот в зале иногда проходят крупные мероприятия, разные венты. И чтобы разобрать помещение, мы иногда переносим вот сюда. Обычно они хранятся там. То есть это их такое... Временное прибежище. То есть вы еще и кормите людей здесь, правильно? Нет, нет, нет. Мы раздаем, закупаем тоже раз в неделю мешками продукты. Гречка, рис, фасоль, чечевица, сахар. Ну, что-то такое, базовые какие-то продукты. И расфасовываем, и выдаем в таком виде, в сухом. Вот. Вы ведете какой-то учет, какому количеству... Обязательно. Конечно. Вы помогаете в целом. И какая-то цифра, допустим, месячная. Ну, могу сказать в неделю. Мы где-то около 600 семей обслуживаем. Учитывая, что люди могут приходить раз в неделю. В семье у нас от одного человека считается. До у нас есть люди, например, 15 человек. У них как в домохозяйстве в одном. Ну, это не сказать, что семья, но они вместе живут. Поэтому ведут хозяйство. Вот, мы выдаем. Это помещение у нас для одежды. Тут у нас мужская, женская, детская одежда, обувь. Здесь же, наверное, и склад с одеждой. Это одежда вся, которую жертвуют, да, люди? Да. Да, мы ничего не покупаем. А жертвуют грузины, русские или все подряд? Все подряд. Абсолютно. То есть, ну, как грузины тоже участвуют, да? Приходят и англоговорящие люди, приносят какие-то вещи. В общем, все. Это здорово. У нас есть аккаунты на английском языке. То есть, мы и во всех соцсетях дублируем посты и на русском, и на английском языках. То есть, о нас знает и англоязычная аудитория, и на грузинском языке посты есть. То есть, мы стараемся работать на максимально большую аудиторию. Это здорово. Но и одежды много, как я посмотрю. Много, да. И посетителей много. Да. Иногда очень крутые они находят, приходят в каком-нибудь прекрасном пальто, женщина говорит, а я это у вас нашла. В общем, очень приятно. И хорошая одежда, и очень много детской. Мы собираем, у нас есть наши посетители, например, которые в положении. И мы узнаем срок предположительных родов, и собираем набор для новорожденного. У нас такая тоже опция есть. Ну, какие-то необходимые вещи, подгузники, какие-то бутылочки. Шапочки разные. Да, одежда. В прошлый раз, когда я вот приходил к вам, у вас стояла еще коробка с детскими настольными игрушками. То есть, это тоже жертвует? Да, люди приносят. Очень есть такой у нас кластер людей, сегмент, которые, например, уезжают, и они приносят вообще полквартиры нам, отдают. И там часто и пазлы, и игры, и потом, ну, эти же игры, они могут их поиграли, возвращать. Ну, круговорот у нас есть, потом посмотрим, есть обмен книгами. Вот, тоже мы сделали полку, можно приносить. Книги на русском языке в основном? Ну, есть на русском, на английском, на украинском, да. На немецком, на французском, на всех языках есть книги. Круто. В этом помещении, я так понимаю, уже фасованные продукты передаются людям. Да. И в этом же помещении книги, правильно, обмен книгами у вас? Да. А этот стол здесь дети могут поиграть, пока... Да, пока родители заняты делами. Взять любую игрушку. Да. Взять прям себе, забрать. Поэтому, конечно, нам приносят игрушки, а детям нужны, соответственно, да, любую игрушку забирают, забрать можно. А это что за график у вас? Это у нас мини-склад. Вот мы вначале рассказывали про то, что люди могут заказать там постельное белье, какую-то посуду. И вот ребята придумали такую схему, чтобы не искать долго. Здесь мы пишем номер карточки, на какой она полке лежит. И у нас вот есть сами полки. И чтобы людям, которые стоят на выдаче, было... Оптимизировать работу. Да, 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 удобно искать. Так, это помещение служит для чего? Похоже на склад. Это наш склад. Вот, ну вот, если люди нам приносят не вещи, не деньги, все это спускается сюда. И волонтеры разбирают постельное белье, подушки, одеяло. Тут все можно посмотреть. Сумки, чемоданы. Тарелки, какую-то утварь, да. Все подряд. Это все здесь хранится. И когда посетители у нас... Оставляют заявки. Да, заявки. То мы выдаем. Так, и здесь же у вас готовят. И кухня. Кстати, у нас еще есть волонтер, девушка-парикмахер. Которая по понедельникам стрижет наших посетителей бесплатно. Они к ней записываются в очередь. И, в общем, она им делает всякие прически. А как в целом вот коммуникация строится? Все-таки, ну, как бы вы из России, да? Понятно. Ну, я так понимаю, здесь в основном как бы люди все-таки доброжелательные, да? У нас отличные отношения и волонтеров между собой, и волонтеров, и посетителей. Ну, я так думаю, что для кого это, ну, как-то критично, они, возможно, не ходят к нам. Но все люди, которые здесь с нами коммуницируют, вообще все очень доброжелательно. Мы как-то все в одной банде, по-моему. Это у нас зал, в котором в обычное время мы занимаемся, волонтеры занимаются, они разбирают одежду, фасуют продукты питания, которые у нас в мешках. У нас здесь мы обедаем. Вот в вечернее время часто мы здесь проводим различные мероприятия. У нас там занятия по-английскому с детьми украинскими, ну, детьми наших посетителей. Какие-то занятия там керамикой, что-то они там разрисовывают. Занятия с волонтерами проходят также на английском языке. Вот кто хочет подтянуть. Ну, это полезная опция. Поэтому там какие-то психологические занятия у нас по вечерам проходят. А волонтеры у вас уже какой-то есть состоявшийся костяк или люди приходят, уходят? Ну, тут нужно понимать, что есть люди, которые приходят, например, на целый день. И это не все могут, потому что есть люди работают. Есть люди, которые могут на пару часов заскочить, что-то там пофасовать, что-то перебрать, какие-то вещи. У нас есть прям определенные люди, которые приходят нам убирать по пятницам. Прямо полностью генералят весь пункт. Но вам волонтеров хватает или хотелось бы больше? Наверное, нам нужны волонтеры. Вернее, не наверное, нам волонтеры нужны, потому что действительно люди выгорают, люди устают, люди находят работу, и это вообще круто. Вот, и поэтому они перестают более часто к нам приходить. Волонтеры нужны. Есть волонтеры, которые работают исключительно онлайн. То есть, вот, несколько человек, они за границей, например, уже переехали, живут там, но на связи и, в общем, помогают тоже вот своими, координируют какие-то, какие-то проекты ведут и так далее. У вас это помещение очень большое. Как вы его нашли? И вы его арендуете или тоже вам предоставляют? Арендуем. Арендуем. По рыночной стоимости довольно дорого. Хотели дом? Да, то есть, у нас были все время помещения довольно маленькие, а посетителей много, нужный склад и гигиена, чтобы отдельно хранилось, и отдельно, чтобы питание хранилось, и, в общем, чтобы была какая-то детская, условно, зона. И, в общем, помещение искали довольно долго. Чтобы в центре это было, чтобы транспортная доступность была, чтобы посетителями нужно было куда-то за город ехать. Вот, остановились вот на этом. Но, как бы, фонд живет исключительно за донейшн, верно? Да. Да. Пока справляется. Да. Ну, иногда бывает, аврально какую-нибудь позицию убираем, типа шампуни, вот, на пару недель. Поскольку у вас, как у сказали, нет никакой вертикали власти, нет руководителей и подчиненных, как вы делегируете обязанности и распорядок вашего дня? Интересно узнать. Как мы делегируем? Как правило, кто-то говорит, что это я могу сделать, это я возьму, это я возьму. Так и делегируем. Ну, иногда, конечно, приходится кому-то говорить, вот, вот возьми ты, пожалуйста, возьми. И таким образом. Ну, как правило... Не, ну, надо не забывать, что вообще абсолютно все взрослые люди, все у нас открыто в плане, мы видим все коробки там с гречкой, с сахаром, человек приходит, он знает, что он будет фасовать, он заходит в помещение, где выдается, он видит, что там не хватает какого-то пункта, идет, берет мешок и фасует его. Ну, да, когда приходит новый волонтерник, говорит, вот я, что бы я мог поделать? Ну, это реально пару раз, пару приходов там в начале, и уже все, человек сам понимает, как-то это все очень, ну, очень, как люди, самоорганизовано. Вот, ну, понятно, что есть там человек, который открывает утром, ну, утром в 12 часов пункт, там он называется координатор, там каждый день разные люди. Есть дежурные, которые дежурят, ну, на выдаче они выдают лекарства, выдают еду, вот. У них, ну, более ответственная работа, да, но это тоже человек пробует, хочет он этого или нет. Есть люди, которые прям целенаправленно приходят, которые хотят общаться. У нас есть волонтеры, которые выросли из наших посетителей, да, которые знают украинский язык. Они говорят, я хочу встречать посетителей, разговаривать на украинском языке с ними. Вот. Ну, разные истории, ну, в общем, иногда бывает, что у нас кто-то уезжает, и мы там прижимаемся, там чаще приходится дежурным каким-то выходить, там, да, они там не два раза в неделю, там, например, три или четыре, то мы стараемся там отпуск давать, потому что люди тоже устают, выгорают, потому что, в общем, мы с 12 до 19 работаем, все рабочие дни. Вот. Поэтому так. Что бы вам еще хотелось рассказать? Может, какие-то интересные случаи? Какие-то запомнились вам люди конкретные, ваши посетители? Я хотел бы рассказать, наверное, о волонтерах, которые, можно сказать, стояли у самого начала, в самом начале, как бы, работы пункта, но которые выиграли, которые больше просто не могут ходить, не могут посещать пункт. То есть они есть. Причина физической усталости или моральной? Физической, господи, отдохнул недельку, и вот ты, с тобой все нормально. Конечно, морально. То есть люди выгорают эмоционально. То есть работать на пункте, это не только фасовать гречку или там таскать мешки, разгружать машину. Это работа с людьми. То есть каждый день ты слышишь разговоры. То есть стоят просто люди и делятся какой-то информацией, там новостями из Харькова, из Мариуполя какие-то ракеты прилетели. Да, нам всем казалось, что мы тут немножко побудем, все друг другу поможем и поможем выжить украинцам. Они помогут нам морально выжить. Вот. А получается, что это длится уже год, второй год, уже на третий год скоро пойдем. конца и края нет, и все равно эта помощь нужна. И все равно эти разговоры ты слышишь. И как бы эта боль, то, что эти люди уже как стали более близки тебе, потому что они, ну, это реальные люди, да, с историями со своими. Как кто бежал, кто как вывозил детей, там, в каких-то там куртках завернутых, там, десятидневных детей, вот, там, под обстрелами. И, конечно, это все, ну, как-то хочется облегчить их, ну, какие-то переживания. Вот мы тут стараемся быть такими максимально доброжелательными. Вот. Я вот сам, я вот сам лично не видел, но мне рассказывали, как приезжали, ну, вот, на пункт, который только открывался, ну, то есть, который только открылся, вот, на Бляшвиле. Рассказывали, как приезжали машины, которые прям в дырках все были от разрывов снарядов, от пуль. То есть вот такие кадры, как бы, когда ты каждый день видишь, ну, понятно, что тебе становится несколько тяжеловато от этого. Ну, да, и оно не кончается. Вот в том-то и дело. Поэтому выгорание. Не потому что, ну, действительно, усталости нет. Вот. Но иногда кажется, что ты делаешь, что-то делаешь, делаешь. Результат, ну, кроме того, что они тут могут есть, могут, ну, получать какой-то минимум. Вот. Ну, как-то так. Ну, в любом случае, вы делаете огромное, большое, доброе дело. И в связи с этим хотелось бы задать вопрос. Вы помогаете украинским беженцам, да, как бы для российской власти и для тех, кто поддерживает вторжение России в Украину. Вы, по факту, являетесь предателем. Горько вам это осознавать или вам плевать? Ну, мы работаем же и, ну, с беженцами, то есть мы не с армией Украины работаем. Нет, я имею в виду то, что отношения именно, как бы... Ну, это я тоже, как бы, я тоже об этом думал, и, ну, вообще все равно. Все равно. Мне абсолютно плевать, что они там думают. Рано или поздно этот кошмар закончится. Вы хотите вернуться в Россию? В ту Россию, у которой сейчас, конечно, нет. Нет, я имею в виду, как рано или поздно закончится война. Если это будет... Рано или поздно закончится Путин. Если это будет Россия здорового человека, то да. Если это, как бы, Россия курильщика, то нет, спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok